Юлия Ханевская Беллатрикс История сбежавшей невесты Книга вторая Часть первая Дела сердечные Глава первая Как и планировала, Белль сразу направилась к себе Так быстро, словно вампиры, не оставались на другом конце острова, а следовали за ней по пятам Она закрывала глаза и видела скорченные на полу мертвые тела, постепенно приходящие в движение Чем быстрее шла, тем резче дергались в ее воображении бледные конечности бывших жителей улицы Сеймар На полигоне, да и во дворе Академии было весьма людно Многие уже вернулись со своих заданий и теперь обсуждали детали, делились впечатлениями А у Беллих оказалось столько, что стоило бы закрыться в комнате и хорошенько прокричаться Она не смотрела по сторонам, даже не обернулась на Дэймона, сказавшего ей что-то, едва они вдвоем вынырнули из сияющего кольца портала Пустота в голове вот-вот грозила взорваться сотнями мыслей, и в этот момент лучше очутиться наедине с собой, а не в толпе народа Кажется, ее кто-то даже окликнул, могла поклясться, что слышала вслед эй, остыри Но лишь отмахнулась от этого звука, Белль давно уже носила другую фамилию День был ярким, на небе не облачко, солнце до раздражающего беззаботно слепило глаза Окна сентября приглашали подольше оставаться на улице, наслаждаться уходящим теплом, ловить последние лучики лета Но Белла стремилась поскорее спрятаться в четырех стенах, запереть двери и почувствовать себя в безопасности Взлетев по лестнице к себе, повернула ключ на все три оборота Добавила магический щит, метнулась к окнам и проделала все то же самое Проверила нанесенную недавно на полурунную вязь И только потом села на кровать Растерла лицо ладонями, понимая, что они дрожат Опустила их на колени и задержала взгляд на выпочканных в чем-то красном пальцах В чем-то красном Рванулась с места, исчезая в ванной комнате Сорвала с себя одежду, оставляя ее неопрятные кучи прямо на полу И долго терлась мочалкой под холодным душем Делать воду теплее даже не пыталась Ей нужно было прийти в себя К счастью, это помогло Спустя час, когда в окно заглядывало полуденное солнце Белла лежала поперек кровати и думала Замотанная в полотенце с нимбом мокрых волос по покрывалу Она казалась умиротворенной и совсем не испуганной Даже не вздрогнула, когда в дверь постучали Но не открыла, продолжая неподвижно лежать, глядя в потолок «Белла, ты тут?» Последовал за очередным стуком голос Флориана «Тут», — прошептала еле слышно, отмечая боковым зрением движение Повернула голову, наблюдая, как фикус вновь пачкает землей мебель Выбравшись корешками из горшка Растение целенаправленно ползло к ней Достигнув цели, слишком уж смело забралось веточками В разметанные по кровати волосы и замерло Удивительно, практически сразу Белли ощутила прилив сил За дверью было тихо Видимо, не дождавшись ответа, Фло ушла «Так ты, оказывается, мой целитель» Пробормотала, глядя на легкое, едва заметное сияние, исходящее от листьев Затем перевернулась на бок, обняла колени и не заметила, как уснула Проспала она до глубокой ночи Ей снился Дэймон, повторяющий, что у них были бы красивые дети Десяток клыкастых тварей, окружающих его в этот момент И Антар, неподвижно наблюдающий за всем этим Больше ничего не происходило, но сердце Белль било из загнанной птицей Проснувшись, она резко села и заозиралась, пытаясь разглядеть в темноте силуэты Это из сновидения Никого не было Лишь за окном балкона взгляд зацепился о маленькую тень у самого стекла Нахмурившись, встала Обнаружила, что полотенце осталось сбитой кучкой на кровати Накинула халат В этот же момент тень шевельнулась и постучала «Дзынь-дзынь» Тонкий звук сразу же выдал хозяйку Белла подбежала плавным движением руки, снимая магический щит Раскрыла ставни, впустив на подоконник белую голубку Та укоризненно зыркнула на девушку и протянула ей лапку с привязанным посланием Но надо же Отвязав скрученный в тонкую трубочку листок, взглянула на почтальонку «Хочешь чего-нибудь?» «Могу наколдовать червячков» Птица тряхнула крыльями, оставив два маленьких пёрышка, и была такова Белль постояла немного, глядя во мрак ночи Она была ещё немного сонной, но чувствовала себя прекрасно Обернувшись, зажгла свет Критическим взглядом осматрив грязные разводы на тумбочке и кровати Фикус же, как ни в чём не бывало, дремал в своём горшке, густо обсыпанном землёй Вздохнув, принялась наводить порядок Когда с этим было покончено, расстелила постель, забралась под одеяло и развернула, наконец, записку Та оказалась сильно уменьшена магией Придав бумаге изначальный вид, удивлённо обнаружила целое письмо «Привет, Белль, прости, что долго не отвечала У нас здесь просто завал В команде уже двенадцать человек, и появляются другие желающие Один из добровольцев пообещал начать агитацию в твоей академии У него там младший брат учится «Чёрт возьми!» Белла откинула записку, не дочитав Стала, чтобы взять лист, бумаги и ручку «Люси, это очень плохая идея, вспомни о нашем разговоре Чем помогут студенты-недоучки? Только жизни угробят Наставник брал меня сегодня на задание, где мы столкнулись с вампиром нос к носу До сих пор не понимаю, как я ушла оттуда живой» Раздражённо пыхтя вернулась к письму «Чем больше народа подготовим, тем сильнее будем Мы сможем противостоять им, Белль Комиссариат, на который ты так надеешься, ведёт себя очень нелогично Засели в своих штабах, как в норах Веришь или нет, но в Швейцарии не появилось ни одного спасательного отряда Ни одного, Белла С нами девочка из Парижа Ей пишут родные, что там тоже справляются сугубо своими силами И думаю, так повсюду Белль нахмурилась, уставившись в одну точку перед собой Это действительно странно Понятно, что приоритетной задачей было укрепить сам остров Но влияние Верховных распространяется на весь магический мир Они просто обязаны были выдвинуть помощь в соседние страны Едва всё это началось Нужно расспросить Дэймона Если он станет вообще разговаривать с ней на эту тему Дальше Белла читала, не отвлекаясь Этой ночью наши отрядом из пяти человек отправятся в Швейцарию Мы обнаружили, что временами щиты работают односторонне Выйти из Тирхады можно, а вот войти Вчера Рик прислал письмо Он уверен, что границы острова падут уже на следующей неделе Оборотни усумеречные за грубую силу, а вот вампиры отлично колдуют Да к тому же чертовски умны Или же кто-то за ними стоит, руководя на расстоянии Ребята отправляются на подмогу, чтобы группа Майкла смогла попасть сюда при первой же возможности Он, кстати, спрашивал, изучила ли ты бестиарий Я не знала, что ответить Какое вообще дело до этого сборника монстров, если чудовища, с которыми мы столкнулись, там просто не значатся Насчёт собрания чёткого расписания у нас нет Хотели провести завтра, но это было до того, как решили отправить пятерых на материк Думаю, первый настоящий сбор будет, когда Майкл и Рик окажутся здесь Всё же именно они — наши негласные командиры Если получится, приезжай завтра Познакомишься с теми, кто остался на месте Я буду рада увидеть тебя Люси Отложив письмо, Белль долго сидела, привалившись спиной к подушке, не видяще, глядя в за оконную темноту Затем сложила лист, где начала писать ответ Пополам и оторвала чистую сторону Написанная смело, бросив на тумбочку На оставшемся клочке вывела два слова «Я приеду» Призвала сову фамильяра и отправила с ней ответ для Люси Утром Белла пришла в приёмную ректора, дабы выпросить у него разрешение навестить семью Она помнила слова Антара о том, что без ведома Дика Страйбера Пересечь границы Академии невозможно Сначала хотела связаться с другом при помощи подаренного им зеркала Узнать, нет ли других способов ненадолго улизнуть отсюда Но вовремя вспомнила вчерашний разговор, ввергнувший её в ступор Антар предложил свидание Чем привнёс определённые сложности в их дальнейшие отношения И не потому, что Белль — этакая невинная ромашка Падающая в обморок при любом знаке внимания со стороны мужского пола Она вообще с лёгкостью относилась к романтическим встречам под луной и даже поцелуем Ведь никогда не принимала всё это всерьёз Во время учёбы в Швейцарии сбежать через окно к очередному ухажёру Или отправиться с компанией на полуночную вечеринку — привычное дело Она знала, что красивая, знала, что многим нравится И пользовалась этим, дабы весело провести время Толком ни к кому не привязываясь Антар — совсем другое дело Ей было не всё равно Белль не хотела терять его дружбу Боялась горького чувства сожаления Все её мимолётные отношения заканчивались именно этим Единственное исключение, пожалуй, Майкл Штерн Только потому, что он ей вроде брата И романтики между ними кот наплакал В приёмное было пусто Она вновь пришла раньше и сидела у знакомого стола, заваленного стопками бумаг Теребила подол любимого белого сарафана Нервно постукивала носками потрёпанных синих кроссовок И сдувала норовившие сползти на глаза локон Наскоро собранных заколкой волос День обещал быть тёплым Лето отказывалось уступать место осени Если в ближайший час не удастся взять разрешение Придётся добираться к Люси Пожаре Работает ли секретарь в воскресенье? Едва успела об этом подумать Как дверь ректорского кабинета распахнулась Являя собранного и явно куда-то спешащего страйбера «Ой!» — подскочила, чуть не запутавшись в длинной юбке «Доброе утро!» — не думала, что вы уже здесь Ректор скользнул по ней беглым взглядом и нахмурился «Лучше бы вам прийти завтра после пары мисс Гвиденби» «Я спешу» И направился к выходу, не дожидаясь её ответа Белль вынырнула из ступора и побежала следом «Простите, но мне необходимо ваше разрешение» «На что, позвольте спросить» «Хочу попасть в торговый квартал сегодня» Это была чистая правда Книжная лавка Мэй и Грей, в которой она встретилась с Люси Находилась именно там Будет здорово, если этого достаточно и врате поездки домой не придётся «Да что ж вам всем приспичило по магазинам погулять?» Пробурчал он, хлопая себя по карманам «Не пробовали службой доставки воспользоваться?» Она потупила взгляд, но Страйбер не ждал ответа Обернулся на секретарский стол и щёлкнул пальцами Один из ящичков выдвинулся, выпуская небольшой листок бумаги с готовым текстом и печатью Подхватив его на литу, ректор выудил из нагрудного кармана ручку и размашисто расписался Бэль поверить не могла, что разрешение получить оказалось так просто И, судя по всему, ни одна она сегодня покидает территорию Академии Вот, протянул ей бумагу, попутно открывая двери приёмной «Это портал. До торгового квартала и обратной энергии хватит Не потеряйте. Щиты вас пропустят. Возвращайтесь до отбоя» «Спасибо» Он исчез прямо посреди коридора, уносясь по жутко важным делам После нападения на студентку верховные с него не слезали К счастью, девушка оказалась жива Наглеть и повторять за ректором, перемещаясь прямо из замка, Белла не стала Решила прогуляться до своего коттеджа, а там уже активировать портал Сложив разрешение вдвое, сунула в карман И за первым же поворотом пожалела о своём решении Её поджидал Драйк Моро Удивительно, что один они в сопровождении прихвостней Привалившись к стене и держа одну руку в кармане мешковатых штанов Поигрывал маленьким раскладным ножом Увидев его, Белль будто наткнулась на стену Но быстро взяла себя в руки, ускорив шаг Он её заметил и криво усмехнулся Сразу стало понятно, что Драйк вспомнил, кто она такая «Малышка, остыри, какая встреча» Оттолкнувшись от стены, перегородил ей путь Вышло у него это просто замечательно С такими габаритами обойти его в узком коридоре И не зацепить практически невозможно «И не говори», — протянула Белль, стараясь звучать спокойно «Но вообще-то я не остыри, а гвиденби» «И давно уже не малышка» «Повторить школьные подвиги у тебя вряд ли получится» Оттолкнув его с пути, прошла мимо, поражаясь собственной смелости Сердце стучало где-то в районе горла А в пальцах зарождалась мелкая дрожь Чёртов драйк-маро! Она уже забыла, как бояться сверстников Мерзкое чувство забытой слабости превращало Белль в размазню Он быстро нагнал её Поравнявшись, приобнял за талию и с силой прижал к себе Белла зашипела сквозь зубы Так сильно его пальцы впились в кожу «Мне больно, придурок» Вывернувшись, шагнула в сторону, насколько позволяла ширина коридора «Чего тебе от меня надо?» Ухмылка парня стала шире «Да, именно этого мне и не хватало» «Знаешь, какие скучные здесь девчонки» «Дать отпор нормально не в состоянии» «Я часто вспоминал наше с тобой веселье в школе» Белль перекосила от омерзения «Всё так же третируешь тех, кто слабее?» «Ты жалок, Маро» Его тонкие губы дрогнули и скривились Шагнул ближе, вынудил прижаться к стене и вздёрнуть подбородок Дабы смотреть в лицо Она готова была применить магию, но Драйк опередил Белла поняла, что не может пошевелиться Маг склонился, зарывшись носом ей в волосы И втянул воздух Отстранился, пронзив взглядом светло-голубых водянистых глаз Со стремительно расширяющимися зрачками Её тряхнуло, окатив липким холодом Зачем повторять школьные подвиги, глупая Когда можно повеселиться по-взрослому Если б могла, рассмеялась Какова ирония? Руководство ввело кучу ограничений, не позволяя парням Входить в женские коттеджи Зато здесь, в замке академии, творился настоящий беспредел Не к месту вспомнились слова Флорианы Об отношениях на факультетах Значит, любая сволочь может зажать в тёмном углу И как минимум облапать И ничего на этот счёт не предусмотрено Интересно, как они разбираются с жалобами на домогательство Или, не дай Боже, насилие? «Легко быть сильным в кошмаре девчонок, правда?» Раздался вдруг знакомый голос неподалёку Мару дёрнулся, отступив на шаг И бросил взгляд в сторону Искусственное оцепенение опало с Беллы Возвращая способность двигаться Она тут же сорвалась с места, проскользнув мимо друга Даже не посмотрев на него В висках стучала, ноги несли подальше от этого места Хотя умом понимала, что делает лишь хуже, показывая страх Антара делает Драйка как бог черепаху В этом Белль не сомневалась Но как же мерзко она себя чувствовала Время, когда кому-то требовалось заступаться за неё, давно прошло Почему? Почему перед Мару у неё дрожат колени? Неужели это нечто вроде психической травмы из детства? В любом случае надо что-то предпринять В следующий раз помощь вряд ли подоспеет вовремя Уж Драйк позаботится об этом Он всегда учитывал свои промахи Дойдя до лестницы, она остановилась, взяв наконец себя в руки Нельзя вот так убегать Вдруг Антару понадобится помощь Да к тому же поблагодарить его нужно Уверенно сменив направление, побежала назад Удивительно, до драки дело не дошло Остановившись в нескольких шагах, Белла перевела взгляд с одного на другого Услышала неторопливую речь Антара, пытаясь быстро вникнуть в разговор Обходи её стороной, понял? Мару гадко усмехнулся, хотя с песен о вспотевшей физиономии стало поменьше Наедине с Беллой явно чувствовал себя значительно увереннее, чем сейчас Ты-то чего лезешь, Холланд? Не припомни её в числе твоих девок Антар сжал зубы, отчего обозначились желваки на сколах Чуть склонился вперёд, повторяя ещё более спокойным тоном Спрашиваю ещё раз, ты понял? Ни взглядом, ни пальцем, ни любой другой частью тела её больше не тронешь Тот скривил рот, делая шаг назад, метнул взгляд в сторону Белль И вдруг дёрнулся, занося кулак Белла вскрикнула, зажав рот ладонями Антар молниеносно перехватил атакующее движение и силы оттолкнул Моро покачнулся, а следом прилетевший удар и вовсе развернул его на сто восемьдесят градусов Запутавшись в собственных ногах, он упал, схватившись за нос и взвыл от боли Сквозь толстые пальцы сочилась кровь Антар встряхнул кистью, отступая на шаг Ты больный уплюток, Холланд Прогнусавил Моро, с трудом поднимаясь на колени Отмечай своих баб клеймом на лбу, чтоб издалека заметно было Проваливай Антар не стал дожидаться, пока Драйк окончательно встанет Бросил взгляд на Беллу и пошёл прочь по коридору Пойдём, проговорил напряжённым голосом Я искал тебя У нас с нотом к тебе разговор, но сейчас это не главное Перечись она не собиралась Поторопел и следом, то и дело оборачиваясь на пострадавшего Стать у него так и не вышло Рухнув кулем на пол, он скулил, продолжая зажимать поломанный нос И ведь даже не попытался прибегнуть к магии Почему? Так уверенно обездвижил её, прижав к стенке А сокурснику ни единого проклятия не бросил Должно быть, между ними есть нечто, о чём Белль не знает Ну или Драйк Моро действительно смелый только с девчонками Заметив, что она оглядывается, Антар взял её за руку Утягивая в ближайшую пустую аудиторию Закрыл дверь, обернулся Столько решимости на лице, что Белль попятилась Пока не уперлась поясницей в столешницу учительской трибуны Он в два шага оказался рядом Ты — моя девушка, Белль Вот тебе и на Ни вопросов, ни уточнений Сухие факты А как же, я буду добиваться тебя Она сглотнула, отклоняясь чуть назад, чтобы видеть его глаза Дёрнула уголком губ в короткой улыбке Что получилось несколько нервно Учитывая, о чём она размышляла в приёмной ректора События разворачивались совсем не в её пользу Антар опёрся одной рукой на столешницу рядом с её бедром Оказываясь ещё ближе и повторил Ты — моя Белла кивнула, не понимая толком, что делает Словно в данный момент её телом и разумом завладела какая-то другая недальновидная и глупая девушка Он приладил вторую ладонь с другой стороны, беря Беллу в капкан рук Улыбнулся, затапливая её душу тёплым бархатом глаз Мне чертовски хочется тебе поцеловать Уже бесконечно давно хочется Она замерла в ожидании, глядя на его приоткрытие губы Ничего не происходило, и Белли вскинула взгляд Вопрос в чёрных глазах Серьёзно? А здесь он спрашивает Фыркнула, отталкивая его в грудь Уверенным шагом пошла прочь, обернувшись лишь у выхода Если очень хочется, бери и делай Потянула за ручку и хлопнула дверью за собой Глава вторая Очутившись в коридоре, Белли активировала ректорское разрешение Моргнула и оказалась на узкой улочке торгового квартала Прямо перед книжной лавкой Мэй и Грей Сердце стучало о ребра, сбивая дыхание, а щёки горели Прижав к ним ладони, прикрыла глаза Что же она натворила? И ведь задний ход не даст, потому что... О, ужас! Не захочет! Взглянув на вывеску, перед собой вздохнула Да, пора признать, Антар ей не безразличен И счастье, что это оказалось взаимно А уж как долго их игра в любовь продлится Белла мотнула головой, ещё больше растрепав копну волос В нынешних реалиях стоит радоваться, что проснулся и прожил день Вампиры, нападения на ведьм, монстры с сумракой Тайны, тайны, тайны Где гарантия, что следующей жертвой не станет она сама? Или одно из чудовищ совершенно случайно не вонзит клыки ей в шею? Организация, в которую Белла собиралась сегодня вступить, уж точно поспособствует скорейшей кончине Стоя на тротуаре перед неприметной деревянной дверью, она преисполнилась уверенностью, что своей смертью точно не помрёт Ещё раз глубоко вздохнув, привела чувство в более-менее сносное равновесие и вошла в магазин Колокольчик тут же оповестил об этом Потоптавшись на пороге, просканировала взглядом длинное помещение, заставленное стеллажами Уютное освещение и запах новых книг помогли окончательно успокоиться В проходе между рядами мелькнула невысокая фигура молодого мужчины в светлых брюках и жёлтой рубашке Он держал стопку книг и что-то говорил двум женщинам, покупательницам, видимо, продавец В этот раз Мариэтта её не встречала Она говорила, что вовсе не работает в лавке своего мужа, а просто ждала, пока здесь появится Белла Со стороны уже знакомой подсобки показалась морковно-рыжая шевелюра Люси, выглянувшей посмотреть на посетителя Увидев Беллу, девушка радостно воскликнула и выбежала к стойке с кассой Короткие джинсовые шорты и зелёная футболка, практически полностью их скрывающие, выглядели совсем по-летнему «Привет! Я так рада тебя видеть!» Перегнувшись через узкую столешницу, мазнула по щеке Белль быстрым поцелуем и схватила её за руку Потянув в сторону «Обходи, вот сюда! Ты же приходила уже, должна помнить» Белла позволила протащить себя до комнатки с диваном и низким журнальным столиком Всю дальнюю стену закрывала буйная зелень комнатных цветов Среди них в прошлый раз был и Фикус Бенджамина, счастливой обладательницей которого она стала «Так собрание проходит именно здесь?» Описав маленькое помещение удивлённым взглядом, посмотрела на Люсинду «О, при всём желании мы все сюда не влезем!» Махнула рукой та Наклонившись, выдвинула нижний ящичек одной из тумбочек, заставленных цветочными горшками И принялась копаться в чём-то по звуку напоминающим монеты «Сейчас проведу тебя в подвал» «Грей разрешил использовать его в нуждах Ордена» Она нашла, что искала и выпрямилась За что ему огромное спасибо «Грей?» Бель пока мало что понимала «Орден?» «Ну, муж Мариэта, он тоже с нами, держи» Люси бросила ей что-то маленькое и круглое Белла быстро среагировала, поймав красный гладкий камушек неровной овальной формы «Это прямой портал, в общей сложности на три перехода Потом нужно обновлять А Орден — наша команда» Кстати, так называться тоже Грей предложил Сначала были идеи типа «Команда Мстителей» или «Охотники на кровососов» Но всё звучало как-то... Она замялась «Нелепо» «Да, именно так», — вздохнула Люси В конце концов, Орден даже благородна И можно произносить вслух при посторонних, не боясь показаться чокнутым Тут не поспоришь На самом деле и Орден слишком Разве обязательно как-то называться? Это придавало определённой значимости Допуская, что война с монстрами растянется на долгие годы Чего Белли совсем не хотелось Она ещё толком не смирилась, что беда, постепенно захватывающая Магический мир, реально Ладно, пойдём Встрепенулась тоже о чём-то задумавшаяся Люси Познакомишься с Греем и Моникой Остальных ты, может быть, знаешь Почему ты так решила? Они не стали возвращаться в торговый зал, выйдя из подсобки И свернув налево в кромешную темноту В прошлый свой визит Белли решила, что в этой стране ничего нет Но едва прошли немного вперёд, на стене зажёгся плафон из мутного белого стекла Он осветил деревянную лестницу, ведущую вниз Взявшись за перила, Люси обернулась, взглянув на Беллу, прежде чем начать спуск «Я описала тебе, что один из наших решил начать агитацию в Драконии Академии с помощью младшего брата Да, и насчёт этого я бы хотела поговорить» Напряжённо протянула Белль, следуя вниз за подругой Та вновь обернулась, останавливая их обеих Внизу виднелась небольшая площадка и лестничный поворот на 360 градусов «Да, да, они пока только студенты Я помню наши разговоры, твоё мнение на этот счёт Но ведь это единственное в Тирхаде учебное заведение военной направленности Да ещё столь высокого уровня, понимаешь?» Белль просверлила девушку пристальным взглядом, но сдалась и кивнула «У выпускного курса очень даже неплохие навыки» «Не просто неплохие», — оживилась Люси «Они готовые солдаты» В груди что-то ёкнуло, опустившись тяжестью в солнечном сплетении Рыжая с таким энтузиазмом влилась в дело, словно всё это — игра Солдаты из-за парты Так не должно быть Она всё ещё не понимала необходимости новоявленного ордена «Ладно», — тихо пробормотала Белла «Что там с агитацией?» Они продолжили спуск, до ушей начали доноситься негромкие, пока трудноразличимые голоса «Так вот, этот нот, брат Фрэнка, тот ещё зануда Отказался что-либо делать, пока сам не разберётся, чем мы тут занимаемся Он прибыл рано утром с подружкой и говорил, что ещё кто-то должен подтянуться Белль споткнулась на последние ступени, вовремя схватившись за перила «Нот»? «Да, Нот Блайт, на курс тебя старше вроде, знаешь его?» Она ничего не ответила, обошла Люсинду и двинулась на шум приглушённых разговоров Совсем скоро показалась приоткрытая железная дверь А за ней — большое полупустое помещение, освещенное десятками волшебных шаров под потолком Посреди комнаты стоял длинный деревянный стол, над которым склонились трое Темноволосый мужчина средних лет в светлом брючном костюме Худая высокая женщина, приблизительно того же возраста, и Нот, выделяющийся яркой шевелюрой Одет он был непривычно в потёртые джинсы и чёрную облегающую футболку Белла сразу же увидела серебряный медальон на его груди, которого раньше не наблюдала Должно быть, скрывал подформенными рубашками или мантией Семиконечную звезду с круглым отверстием посередине она бы точно запомнила На одном из множества стульев со скучающим видом сидела Фло Наматывала белый локон длинных волос на палец и надувала розовые пузыри из жвачки Её короткое бирюзовое платье совсем не прикрывало бёдра Закинув ногу на ногу, она покачивала соскочившей с пятки туфелькой Женщина что-то сказала мужчине и повернулась уходить Черты её лица оказались грубыми, мрусые волосы, коротко стриженными А через правую щёку пролегал неровный белёсый шрам Белль поймала её взгляд и ей стало не по себе от нечеловеческого желтоватого оттенка этих глаз «О, у нас новенькая» Все тут же обратили внимание на вошедших Белль натянута улыбнулась, подняв ладонь в приветствии «Да, это Белла», — поторопилась представить её Люси, вырастая рядом «Мон», — протянула руку новая знакомая «В детстве меня поцарапал оборотень, отсюда такой цвет глаз И ещё кое-какие мелочи Любовь к сырому мясу и скверное настроение в полнолунии Шутливым тоном добавил «должно быть Грей» Моника усмехнулась уголком губ, никак больше на эту реплику не отреагировав Рукопожатие её было крепким, совсем не женским «Извини, я не хотела пялиться», — смутилась Белла «Всё нормально», — та хлопнула её по плечу и пошла к выходу «А это Симеон Грей», — продолжила Люси «Но все называют его по фамилии» Белли улыбнулась к кивнувшему ей мужчине, подходя ближе к столу «Нотт смотрел на неё, вздёрнув в лёгком удивлении бровь, а Флориана радостно хлопнула в ладоши» «Как хорошо, что ты тут. Я приходила вчера, чтобы позвать с нами. Ребята планируют сражаться с вампирами. Должно быть весело, как думаешь?» Очень хотелось закатить глаза, но вместо этого неопределённо повела плечами «Вряд ли». «Антар тебе всё же нашёл?» — вместо приветствия спросил Нотт. «Где он сам, кстати?» «Не знаю, мы разминулись». «Так, отлично. Вы друг с другом знакомы», — напомнила о себе Люси. «Пойду наверх на случай, если ваш друг заблудится». Белла прошла дальше и встала рядом с Ноттом, посмотрев на карту острова. Она занимала почти половину стола. Взгляд сам притянулся к длинной тонкой линии прямоугольников с надписью «Сеймар», наклонившись, ткнула пальцем в название. «Это теперь мёртвая улица. Все жители убиты вампирами». Повисла тягучая тишина. Грей встретился с ней через стол вмиг посерьёзневшими серыми глазами. «Откуда знаешь?» Сглотнув появившийся в горле ком, Белль прикусила губу. Затем рассказала о вчерашнем задании, опустив имя того, с кем была. Никто тут не знал, что в Тирхаду уже пробрались монстры. Но отбыл того же мнения, что и Белла, не горя желанием втягивать в орден кого-либо из Академии. Как-никак это накладывало ответственность за их жизни и здоровье. И если сам он был не прочь вступить в команду, вести за собой других не согласился. Флориана с Антаром оказались рядом, когда он читал письмо от брата, поэтому их присутствие определилось само по себе. Минут через десять появился Антар. Они с Беллой обменялись взглядами, и она поняла, что после собрания ее ждет. Что-то, в общем, точно ждет. Разговор парней с Греем закончился принятием определенного расписания. В ордене создали учебную группу, где более старшие и опытные делились знаниями с остальными. Те пять человек, которые отправились ночью в Швейцарию, собственно и составляли матерый костяк ордена. Их целью было подготовить как можно больше людей, дабы те смогли защитить себя и других. Они понимали, что комиссариат будет делать все, что в их силах, но полагаться на них не хотели. «Когда чудовища постучат в мою дверь, я предпочту дать им отпор, а не забиться в угол, ожидая спасения», — сказал Грей, перед тем, как попрощаться с ними. Белла потом часто возвращалась мыслями к его словам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова